Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас будет эфир, посвященный, наверное, вопросам религии и веры. Вопросы религии и веры очень такие чепетильные вопросы, но когда они превращаются в запреты, то это уже становится не просто вопрос религии и веры, это становится вопрос политический. Потому что в нашей стране свобода вероисповедания, но мы наблюдаем картину, когда разные определенные верования начинают запрещаться, высмеиваются, обзываются сектантскими. В то время как та же секта Хаббат, которая активно действует на территории России и на территории других стран, имеет определенные, наверное, не очень положительные взгляды, она продолжает свою деятельность. Сегодня у меня в гостях митрополит Никодим из Русской Православной Церкви Царской Империи. Ну, очень много, конечно, статей про вас и вашу организацию. Давайте сегодня, наверное, обсудим ваш взгляд, что вы расскажете про себя, потому что понятно, что в СМИ пишут очень много неправды, где-то заказные статьи, где-то чернопиарные статьи. Поэтому вот сегодня вам слово на канале. Расскажите, пожалуйста, отец Никодим, в чем проблема, почему вы не признаете именно Кирилла, именно Московскую епархию, именно ту Русскую Православную Церковь, которая у нас в России, ну и во всем мире считается официальной. В чем ваш конфликт? Расскажите. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, братья и сестры. Мир всем. Значит, вопрос. Ну, перед тем я скажу, что я уже 16 лет служил в Московском Патриархате. То есть у меня взгляд не только совмест, да, но вы понимаете, что вот поскольку я там служил не один год и все это видел, что там происходит, поэтому могу сказать немало. И поскольку сейчас Господь мне дает немножко вот для более такой широкой аудитории высказаться, то пользуясь моментом расскажу. Вопрос уже Патриарха Кирилла и всей Церкви Московского Патриархата. Я бы сказал, что это вопрос небывалого в истории предательства веры православной. Небывалого в истории предательства Церкви, Бога и всего православного народа. Потому что то, что сейчас творится и так называемым Патриархом Кириллом, и всеми, кто его поддерживает, и среди архиереев, и священств, и так дальше, это сплошное поправление веры православной, по многим пунктам. И по пунктам самых главных вероисповедательных пунктов. И те люди, которые это видят, а предательство идет просто открытое и наглое, понимаете, они уже себя не скрывают, потому что это уже невозможно скрыть. То, что сейчас там происходит, то беззаконие и предательство, это уже невозможно скрыть. И оно идет не один год. И чем дальше, тем больше оно накапливалось. И, конечно, люди, которые в Бога верят, которые хотят сохранить верность Богу, они не могут с этим смириться, с этим упранием канона. Главные, конечно, моменты в деятельности лжепатриарха Кирилла в том, что он один из самых активных экуменистов нашего времени. То, что он тайный католик, знают многие. И его многочисленные встречи с папой римским, прочими там римскими кардиналами. Сколько раз они вместе служили по апостольским правилам, по правилам вселенских и поместных соборов. Такое сослужение с католиками. Это нарушение этих правил. Это несет за собой такое нарушение, отлучение церкви. Но почему никто патриархи Кирилла не отлучает от церкви? Потому что он соединился с областями, и они его много лет не то что покрывают. Я бы сказал, что они его и поставили. Он еще в 1991 году, на экономическом съезде, сказал, что там, где собираются все веры, все религии, и буддисты, и иудеи, и мусульмане, и всякие шаманы, и тому подобное. Он сказал, что для православных это общий дом. Мы, конечно, с этим не можем никак согласиться. Мы стараемся жить по преданию святых отцов, по преданию всей православной церкви, по сотовому писанию, по канонам. Это ни в какие рамки не лезет то, что он говорит, что это общий дом. И у него много таких высказываний в отношении того, что нужно развивать экономическое движение и так дальше. Можно много об этом говорить. Иисус заключается в том, что, когда его спрашивают об этом, что это нарушение всех канонов церкви православной, он говорит прямо и открыто, что сегодня каноны, сегодня правила церковные не действуют. Понимаете? Многие нам закидывают, что мы там какие-то неканонические и так дальше. А вот предстоятель РПЦ Царской империи открыто говорит, что каноны сейчас не действуют. И апогеям этого предательства, этого экуменизма, явно открытого, соединения со всевозможными религиями, особенно с католичеством и с этими богобийцами в шапках, перешло все границы. И когда кто-то выступает, конечно, об этом заявляет, то подвергается всяческим гонениям и так дальше. И апогеем этого всего была поездка в сентябре 22-м году в Казахстан. Там проходил седьмой междурелигиозный съезд всех лидеров религиозных. И от московского патриархата туда поехали три архиереи. Кирилл Гундяев в Аксалиман туда их отправил. А три архиереи это уже собор, малый собор церкви. И они там подписали такие документы, которые нарушают, попирают каноны православия, Евангелие. Они там говорят, что мы вместе молимся Богу. Они там подписали документы о соединении всех религий на самом деле. Там все-таки иллюзия сложена, но не каждый там может разобраться. Если вникнуть, то там действительно идет соединение всех религий. И там подписаны такие документы, кстати, от имени всего народа, что нужно защищать синагогу в религиозном чувстве. Что там еще сказано? То, что сегодня религиозное единообразие, что существует много вер, которые себя друг друга противоречат. Это премудрость Божия в этом заключается и так далее. То есть, человек, который знает веру свою православную, любит Бога, он никак не может с этим согласиться. Что от имени всего народа подписываются вот такие документы, которые, ну, это действительно объединение всех религий на самом деле. Это было, как я уже сказал, в 1922 году. До этого было много всяких съездов. И встречи с Папой Римским и так дальше. То есть, каждого это все настолько накапливалось, что я просто удивляюсь, как люди это не видят и могут с этим смиряться. Мы с этим не смиряемся, мы против этого говорим. Мы говорим, что это нарушение выбрания православия, это предательство, ответы предательства. И поэтому в нашу сторону идут всякие гонения. Дальше. В чем мы не согласны с Патриархом Кириллом? Не согласны в том, что в Московском Патриархате раньше можно было назвать, он и был церковью Христовой, Московский Патриархат. Потому что еще там более-менее соблюдались каноны. А вот когда уже к власти церковной пришел лже-патриарх Кирилл, там настолько страшнейший упадок уже в Московском Патриархате установился, что, как я уже сказал сначала, что трудно найти более сильное предательство в истории церкви, чем сейчас. И когда Патриарх Кирилл пришел в церковь, ну это же еще началось до него. Архиерейский собор отменил Поместный собор. Понимаете? В Церкви Православной именно Поместный собор это главный такой орган. В нем участвуют и миряне, и монашествующие, и священники, и епископы, и все. То есть вся планта Православной Церкви участвовала в Поместном соборе. В Московском Патриархате именно Поместные соборы были упразднены. Вся власть перешла к архиереям. Понимаете? Уже голос мирянина уже не слышится. Уже никто не считается с голосом мирянина в Московском Патриархате. А если капту не глубже, например, по канонам и по истории взять, то и Московский Патриархат, он и не имел права называться Поместной Церквей. Потому что после революции 18-го года, после убивания царем ученика Николая, началось разделение нашей Церкви. Часть, мы знаем, уехала за границу. Там был создан, по голосовению, Патриарха Тихона, Сенот, Русская Православная Церковь за рубежом. То есть на две части тогда разделилась церква наша русская. Потом, когда Патриарх Сергий Старгородский в 1927 году выступил с декларацией о лояльности коммунистической власти, что успехи коммунистической власти – наши успехи, радости Красного Дракона – наши радости, то многие также с этим не согласились и ушли в катакомбы. То есть церковь разделилась уже на три части, уже на катакомбниках. То есть уже после 18-х годов церковь русская, она разделилась на московский Патриархат, на русско-зарубежную церковь и на катакомбниках. И полноты уже не было. Полноты уже не было в московском Патриархате. И мы это людям разъясняем. Что полнота как раз восстановилась у нас, в русско-православной церкви Царской империи. Именно у нас восстановилась полнота. Когда соединились у нас все части, из московского Патриархата, пришли по домофору Держану Владыки Зосимы, и из зарубежной церкви, из катакомбников, все мы соединились. И у нас впервые после 17-18 года состоялся законный поместный собор. Те поместные соборы, которые были в московской Патриархии, они назывались поместными, но канонически они не были поместными, потому что туда они включали из зарубежной церкви православных людей, и из катакомбников. Мы открываем эту всю правду. И поскольку Архиерейский собор присвоил все права, народ протестовал за ту деятельность, экуменическую деятельность, которую проводит лжепатриарх Кирилл. Но к народу не прислушиваются, потому что их уже убрали из влияния в управление церковью. Такой очень важный момент. Тоже мы открываем, и, конечно, когда обличаем это все преступление, все предательство, будут гонения. То, что там творится... Я понимаю, что патриарх Кирилл, он установил такую жесткую вертикаль власти, да, в церкви? Ну, конечно. То, что в московском патриархате, то, что сейчас в Арефии, понимаете, вся система одна и та же. Понимаете? И когда мы начали обличать, уже несколько лет обличаем, вот наша Держанна Владыка Зосима обличает, много проповедей было. И мы, ну, как только можем, как нам Господь дает, мы обличаем, открываем правду людям. Люди, откройте глаза. Какое там предательство. Вот. И что они делают? Они на нас тревают полицаев, понимаете? Вот. Где мы только хотим народ пробудить, донести правду о том, что происходит. Вот. То на нас тревают... Да. Вот смотрите, я читала, что на вас доносы, самые первые начались как раз именно от... В одной статье писали, что как раз именно от самой вот этой епархии, Калачевская епархия, стала писать первые доносы, что вот вы нарушаете законодательство Российской Федерации. Я так понимаю, что вы еще и отказались платить дань, да, московской патриархии. Расскажите, вот вы работали там, были сотрудником, работали долгое время. Насколько велика дань и действительно ли та коррупция, которая процветает? Это правда. Потому что мне один батюшка рассказывал, что он ушел из церкви, из батюшка, только потому, что его заставляли платить огромные непомерные дань в Москву, то вот на подарки Кириллу, на все церковные праздники, на дни его рождения. И они просто этого не смогли делать. Это правда? Ну что я могу сказать? Я, когда был в московском патриархате, я служил простым сельским священником. Понимаете? Вот. Я видел эту всю систему, но я старался удаляться от этого. И когда я видел такие вот вещи, я принципиально никому ничего не платил. Вот. Если что-то там вне официальных этих ну каждый вход там по мере своих возможностей воплотил какие-то пожертвования, но это все было небольшие. Вот. А уже то, что те священники, которые в городах, допустим, да, в наместнике монастырях, у них другая ситуация. Я это все понимал, но я не хотел давненько, мне это было неинтересно. Для меня главное было служить Богу. А то, что там творится, это все, что там все уже давно продается и покупается, это правда. Конечно, это человек, который служит Богу, он этим всем возмущался. Но я не рвался, понимаете, я служил простым священником в селе, в деревне. Я наверх никуда не рвался, и мне это было достаточно, то, что там, где Господь меня поставил. А когда уже пришел по домфору Джан-Ладыки Зусим, и тогда я уже принял епископский сан, тогда у меня уже как бы расширились полномочия и служение. А то, что там фактически то, что творится у нас власти, это все бюрократия, в церковной среде мало чем отличается, к сожалению. Хотя, так и не должно быть. Не должно быть, но наше время такое, к сожалению, что именно церковная организация Московского Патриархата там действительно, если ты не платишь, если ты там не угождаешь архиерею, если ты там вот, если не ведешь слепого послушания, то тебя там или в лучшем случае, тебя просто там какой-то далекую деревеньку закинут, где там пять бабушек ходят и все. В лучшем случае. бывает такое, что если возвышаешь голос уже более так серьезно, то могут и запреты и так дальше. Вот и как я, вот, понимаете. Вот, я открыто... А вот ваша церковь, я поняла, у вас, то есть вы не признаете того, что, ну, Кирилл, что он творит в церкови, а вот, ну, допустим, разделились, да, вот вы разделились, были там катакомбники, как вы говорите, были, была зарубежная церковь, потом вот вы объединились в Треединую Русь. А чем вы помешали Кириллу? Почему он, почему вот московская патриархия стала натравлить, как вы говорите, полицейских на вас? Ну, жили вы себе, жили у себя там в деревнях, да, служили Богу. Чем вы стали мешать? Потому что наш голос, да, точнее, голос Божий, который звучит через Царскую империю, он доходил до народа. Вот. И народ потихоньку начал просыпаться. И когда народ просыпается, это чувствуют те люди, вот, которые над этим народом беззаконно властвуют. Вот, конечно, они почувствовали, что народ все больше просыпается, что мы все больше, что мы не молкаем. как на нас льют грязь, клевету, как нас там не стараются с помощью силовых структур унять и так дальше. Господь дает нам силы, дает нам возможности, мы людям говорим правду, проповедуем правду Христову, защищаем православие, стоим за чистоту православия. И это, конечно, оно их пожигает, это правда, оно их обличает волей-неволей, вот, потому что в нашу церковь все больше и больше людей приходит. А почему вот эти предательства, которые там происходят, они толкают людей, чтобы выходить из московской церкви, потому что он уже потерял именно благодать Божию, Духа Святого, он уже не может называться церковью. Еще одна наша очень важная претензия, то, что кроме коммунизма московский патриархат поразился в глобализации. Там все храмы зарегистрированы, все священники уже побрали современные эти биометрические документы, которые мы понимаем, что это отречение от Бога. Мы с этим никак не можем согласиться. Мы как раз церковь Царской империи, РПЦ Царской империи, это единственный церковь во всем мире, которая нигде не зарегистрирована, ни в какой власти. А там все зарегистрировано. И если посмотреть статут любого прихода, любого монастыря, там написано церковная организация. Понимаете? Это же не церковь Христова, а церковная организация. Никто из святых отцов, никто из святых старцев. Это не благословлял. И это все предательство Бога. Понимаете? Это вся глобализация в этой антихристской системе, куда вписали все приходы, все монастыри, это предательство. Вместо именно имени люди берут на себя номера, и вместо названия храма, допустим, великомученица Ирины или великомученика Игорь Георгия, номер стоит на каждом храме. Мы с этим никак не можем согласиться. Это также важный момент, который мы доносим людям. И мы стараемся действовать по канонам, по всем правам церковным, апостолов и вселенских соборов. И когда мы видим тое предательство, мы, конечно, как пастыри, мы не можем молчать. Священник, который служит Богу, он не может молчать. Он поставлен Богу не для того, чтобы там себе спокойно служить и махать кадилами и так дальше. Он призван проповедовать. Если каждый священник епископ дает присягу, если он видит какое-то беззаконие, ересь, какую-то опасность для пасты, он должен первым возвысить голос. Это наша обязанность. То, что мы проповедуем, открываем предательство Патриарха Кирилла и Ижи с ними, то это наша обязанность. И мы будем это делать, сколько Господь нам будет давать силы. А то, что на нас идут гонения, это как раз свидетельство того, что мы Церковь Христова. Сколько сейчас сект разных, не нечесть. И как бы особо не трогаем. А мы кому-то как кость в горле стоим. Почему? Потому что обличаем и церковную власть, и современную тихую власть, всех обличаем. И мы к этому призваны. Потому что любим свой народ, любим свою веру, любим Бога. Мы переживаем за всех людей. То есть поступим за полное отделение церкви от власти. То есть Кирилл полностью подмел церковь под власть, а власть у нас в стране захвачена с 93-го года мы находимся в иностранной оккупации, глобалистической оккупации. А вы по сути за то, чтобы это все церковь отделилась от этой власти, стала заниматься своей прямой обязанностью. Это служба Богу и молитвами. Вот что должна церковь. Проповедь и молитва, а никак не служба власти. Да? Ну, конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, вот я почитала много статей, вообще ни одной хорошей статьи, конечно, про вас в интернете, как я уже говорю, нет, но это понятно, потому что на вас идет заказ. Значит, Леонида Власова, это Зосима, ваш руководитель церкви Царской империи, его обвиняют, что он был четырежды судим, и обвиняют его ни много, ни мало, вообще, по статье 205, часть 2 Уголовного Кодекса, это пропаганда терроризма, то есть очень страшное обвинение, и также создание некоммерческой организации статья 239. Вот, кстати, создание некоммерческой организации, это очень такая антиконституционная статья, по ней было уже заведено уголовное дело на Стану Ладрус, на моего лидера, и там, конечно, пририсовывают, фабрикуют очень хорошо, по этой статье очень легко сфабриковать дело, но вот пропаганда терроризма, что такого делал патриарх, как вы его называете, руководитель Зосима, Леонид Власов, что он такого делал, что ему пришили пропаганду терроризма, расскажите, пожалуйста. Вы знаете, то, что сейчас происходит с нашим предстоятелем нашей церкви, с Держаной Владыкой Зосимой, это все то, что происходило раньше с апостолами Христовыми, когда мы почитаем Открывающие Писания, когда апостолы вышли на проповедь, начали проповедовать и находились такие люди, которые поднимались, например, в Ефесе, мы читаем книги Деяний, целый народ возмутился и назвали его возмутителем и старались его... Почти все апостолы были в тюрьмах и так дальше. И он Претеча тоже, мы знаем, был в тюрьме. То есть те люди, которые способны от Бога иметь, вот именно пробудить весь народ, понимаете, всю страну, они для них, этих людей, имеют большую опасность. Вот именно Владыке Зосиме нашим Господь дал такой дар, он может пробудить весь народ, всю Русь православную. Он к этому и призван. И враги, конечно, этого не хотят. И вот как апостолов сажали, как апостоль обвиняли, что они возмутители и так дальше, так и свадыка Зосима поступает. Вы думаете, вот, апостолу Павлу фактически то же самое говорит, что он возмутитель, да, в боевой порядке. А то, что сейчас терроризм, это просто космода такая. Это все построено на сплошной калевете. если бы люди... но что конкретно? Вот они ему говорят, что Владыка Зосима он сотрудничал с украинскими властями. А что конкретно они привозят как доказательство? Что вы предлагали поджигать военкоматы? Что вы беспилотники запускали? Людей вы убивали? Что конкретно вы делали, если вам пытаются пришить терроризм? Меня вот этот вопрос мучает. понимаете, это... Если бы не было так все серьезно, то можно было просто посмеяться. Вот. Вообще, даже если бы люди вникли в то, что мы учим, в нашу церковную жизнь, они бы увидели, что это настолько абсурдно, настолько это безосновательно. Я приведу пример с нашим царемучником Николаем. когда после его биения начали изучать переписку его с царицей Александрой, вот, и Свердлов сказал, почему вы еще до сих пор не опубликовали переписку царя Николая с царицей Александрой? А ему говорят, если мы опубликуем, то народ поймет, что они святые. Так и в отношении держанного нашего владыки. Стараются просто, чтобы люди не узнали, не вникнули, не поняли правды, не узнали, что ты за человек. Что он проповедует. Просто, чтобы люди не слышали и не видели. Понимаете? Вот. Это все ориентировано на то, чтобы слово нашего держанного владыка никому не дошло. Вот. А чтобы не дошло, то нужно как можно хуже придумать клевету. Понимаете? Как можно обвинить терроризм, федофилии и так далее. Я не понимаю. Мне просто интересна логика следствия. Потому что, чтобы развалить уголовное дело, потому что они все шьют. Понимаете? Вот я как бы сама столкнулась с фабрикацией уголовного дела. Вот, например, у нас было уголовное дело на Светлану Владурусь. Ей вменяли что? Ей вменяли, что она довела своих сотрудников до психологического состояния, чуть ли не афганского синдрома, что у них случилась депрессия. Что вот она там такая, такая тяжелая была у них работа в организации, что у женщины случилась депрессия. При том, что они никогда в целом не обращались ни к врачам, никому у них не было этой надобности. И после того, как им провели экспертизу, они у психиатра от депрессии тоже не лечились. И даже в материалах дела звучало так, что у женщины появились седые волосы. То есть тяжелейший вред здоровью был признан, потому что у женщины-сотрудницы появились седые волосы. Вот это так материалы дела формируются. Вот у меня было материалы дела. Мне пишут, значит, как провели экспертизу, то, что мы создаем советы, что мы предлагаем активисты ОСВР, другие активисты предлагали создавать народные советы для объединения граждан под 131-му федеральному закону, значит, эксперт МВД берет из справочника определение совета советского справочника, а там определение советов депутатов и говорит, что создание народных советов это формирование альтернативных органов власти, это экстремистская деятельность. Вот как они, понимаете, они подделывают, они подфабриковывают, они специально какие-то нужные берут словари, 100-летние словари, она могла вообще взять какой-нибудь дореволюционный словарь и использовать это в экспертизе, то есть она берет нужные какие-то ей для фабрикации дела слова. Вот конкретно вам, как фабрикуют дело, потому что вменить терроризм это достаточно сложно, значит, тут они что-то, какие-то ролики может быть они взяли, именно как они сфабриковали это дело, или вы не знаете материалов дела, вам не рассказывают следователи. Что я могу сказать, конечно, они хотят за что-то засыпиться, понятно, что всякому беззаконию хотят сделать вид законности, так было всегда, так было со Христом, когда его судили, так было с апостолами и другими исповедниками, так и сейчас. Всему беззаконию стараются подать вид беззаконности, и за что они хотят засыпиться? Во-первых, наш Держаный Владыка в своих проповедях часто говорил о том, что всех предателей ждет суд Божий, то есть они не избежат наказания Божьи, понимаете? То есть наш Держаный Владыка говорил славам и священное Писание, но и не только святое Писание, и святые отцы, Серафим Саровский тоже говорил, что всех предателей придет время и будут казни, то есть понимаете, то, что мы грозим судом Божьим, это по сути есть экстремизм. Вот, если дело будет тогда... Вы говорите, что эти люди за свои грехи, силовики, система власти, Кирилл, за свои грехи будут преданы суду Божьим, и Боженька их накажет за их грехи? То есть это и есть экстремизм и терроризм, да, по версии следствия? Ну да. Я так понимаю, что по их как бы насколько они могут что-то зацепиться, вот именно. Если так далее дело пойдет, то и само Евангелие, понимаете, скоро могут объявить, что это экстремистская книга, потому что там о Суде Божьем очень много говорится, понимаете? Вот, а если мы люди верующие, мы живем по пророчествах, мы понимаем, что мы живем в последнее время, а последнее время это время как раз перед вторым приезжающим Господним. Мы это верим и мы готовимся к этому. То если в это время, то о чем можно говорить? Конечно, о Суде Божьем. И когда говоришь о Суде Божьем, то можно вот этим можно как-то людей отрезвить, да, вот как-то их остановить в этом беззаконии. Но некоторые, наоборот, еще более проявляют агрессию и так дальше. Так что я более не вижу, за что еще им можно зацепить соотношение терроризма. Вот именно мы угрожаем им Судом Божьим. Когда мы говорим, что вы будете наказаны Судом Божьим, что придет время, вы не останетесь безнаказанными, что архиереи предателей, что современная власть, потому что привела народ в предательство, погибель ведет, то они за это и в принципе стараются как-то потому что недавно я узнал, что там тоже одного человека из Московского Патриархата тоже приехала полиция и какой-то был суд за то, что он цитировал святых отцов в отношении этих богоубийств шляпок, что они тоже проклятые и наказание неизбежное и так дальше. То это тоже это все классифицируется как экстремизм и так дальше. Ну да, у нас в стране этих шляп вообще не трогают, что бы они ни делали, как бы они ни творили свои беззакония, что бы они ни писали в своих книгах, эту систему вообще не трогают шляпную. Ну были же предсказания Авеля о том, что будет определенная ига на Руси и будет эта ига бичевая земля русскую, очень такое известное предсказание будет одной из самых тяжелых времен. Наверное, мы до него и дожили. Скажите, вам вменяют, пишут значит, что община ваша, она побуждала людей к отказу от медицины, от работы, от пособий, от денег, чуть ли не до трусов раздевала, все отнимала и жили вы там в голоде, в холоде, в одних трусах, в разваленных избах. Вот так вот пишут СМИ. Правда ли это? Вы знаете... Скажите людям. Когда происходило задержание Блава от нашей царской обители, приезжали полицаи, Росгвардии, они все это снимали, мы это все... Кто интересовался этим вопросом, эту тему они все видели. Вы знаете, когда я смотрел эти кадры, что они снимали, Блава, все то, что там снимали, я вижу просто в этом просто промысел Божий, потому что ничего того, что нас компремонтируют, они не сняли ничего. Я просто так удивляюсь, видно там Господь ему очень ослепил, они снимают это все, и люди с нормальным мышлением не видят, что это простые люди, православные люди, иконы, книги, все как бы ничего такого секторского, беззаконного, они там на кадрах, никто не видит. Чем они компрементируют нас? Только сплошной лжой, ложью, клеветой, понимаете, вот, они именно словес нас компрементируют, а заснять они ничего не смогли, по сути. И если человек немножко здравомыслит, он увидит, что на этих кадрах ничего такого беззаконного он не видит. Никаких прикованных на людей голых наручниками кроватей там не было. Я тоже смотрела кадры. Мы нормальные, мы люди просто знаете, как с первыми христианами была ситуация. Их тоже называли сектой. И какие только не придумывали клевету и всякие небылицы, что они там и детей едят, понимаете, что они там страшные колдуны, что они только о первых христианах не придумывали. Вот и то, что происходит с нами, вы знаете, это идентично. Какие только россказни, какие только басни не придумывают в отношении нас. А кто с нами ближе познакомится, он не видит, что мы нормальные, простые люди. Мы просто боимся предать Бога. Понимаете, вот, какой у нас самый большой страх? Мы боимся Бога предать. И поэтому мы уходим с этой системы, мы отказываемся все документы, вот, никто не заставляет быть туниясом, наоборот, каждый член царской империи, он работает за пять человек, скажем, потому что, вот, и не только там, чтобы там себя прокормить, но и в деле проповеди, допустим, в деле служения Богу, вот, и у нас нет таких запретов там на работу, у нас есть запрет просто предавать Бога, понимаете? Поэтому все, работа, которая связана и с предательством Богу, да, она запрещается, конечно. Вот, а там у нас... Я так понимаю, что вы живете таким неким монастырем, да, где у вас есть, ну, как в монастырях, да, где вы работаете, сами там, кушать себе готовите, да, выращиваете, работаете, трудитесь, читаете проповеди, служите службы, вот как обычный монастырь, типа вот такой, но как община, да? Да, общинками, вот именно, что, ну, не везде общины, потому что, много из нас еще разрознено, вот там, где есть возможность, да, люди собираются, конечно, в общины, вот так святые отцы и старцы наши последние, они так и нам заповедовали, чтобы мы собирались в общины, так будет легче выживать в последнее время. Вот мы так и стараемся, где все возможно, где есть священник, где есть, вот, человек, вокруг которого можно создать общину, во благословении, конечно, не самочина, вот там и люди собираются в общину, вот, и наша церковь по всей Тридины Руси, и Европы много, ну, так, не скажу, что много, но по всему миру идет проповедь и Евангелие, вот, именно из нашей царской империи, вот, и, кстати, о царской империи в нашей церкви сказано в Откровении она богословая, если открыть 12 главу книги Откровения, там сказано, жена уезжала в пустыне, и жена по толкованию святых готова это церковь христова, и давно было ей два крыла, вот, а что значит два крыла, два крыла это символ царской власти, понимаете, вот именно царской империи там говорится, и много таких пророчеств есть, и разобраться, то очень много пророчеств именно, что касается нашей дежурной Владыки Зусимы, мы его принимаем как помазанника Божия, как царя православного, вот, и много так же царь православный это же не значит, что он царь всей Российской Федерации, что он вместо Путина, да? Конечно нет. Вы имеете в виду именно как просто представитель вот этой вот церковной, да, представитель? Ну, царь призван быть царем для всего народа, но народу должны еще признать его, правда же? Вот как царя Давида. Вот они же вам как вменяют, что вот он себя провозгласил царем, значит, он как бы стремится захватить власть в стране, да, вот так. Они же вам это вменяют? Ну, да, вменяют, да, вот именно то вменяют. Но люди не понимают суть, да, вот именно суть того, что такое последний православный царь. Вот, никакой там у нас нету такого, что державная владыка хочет там на место Путина, нет. РФ это система другая, это антихристовая система, это, она вне православия, она, вот, она губительна для всего нашего народа православного русского. Вот именно Господь послал для малого стада, вот именно для малого стада тех верных людей. Вот, вот как в свое время Господа, когда Господь пришел к еврейскому народу, люди что думали? Они думали, что Моисей это будет политическим, что это будет человек, который скинет римские игры и евреев поставит еврейским народ над всеми, да, всеми народами. А Господь пришел и сказал, что я пришел вас освободить от рабства не политического, а духовного, от рабства дьявола. Вот, и люди отвернулись от Господа. Когда Господь сказал, что Моя Царство нет мира сего, люди отвернулись. Так и последний русский царь, как по образу Господа нашего Иисуса Христа, он также пришел людей способом каких-то земных проблем, понимаете? А именно, вот, людей избавить от предательства, вот, сохранить, помочь, сохранить веру православную. Вот, и мы приняли нашего джинобладыка, как помазанника Божия, косаря православного. И сколько Господь силы подает через него всем нам, и чудес, и сколько свидетельств по всему миру. Поэтому, те люди, которые видят, сколько лжи и клеветы идет, они должны были задуматься, почему так? Почему так? Если это что-то, если это какая-то секта, то наоборот, людей должны туда идти, вот, всем исполнили, то есть, было бы какое-то завлечение, но наоборот, людям надо не просто к нам прийти, потому что у нас очень строгие условия, понимаете? Чтобы человек пришел в царскую империю, нужно ему от документов отказаться, принять помазанника, по вере, вот, принять новую пасхалию, царскую пасхалию, которая была восстановлена по канонам Святых Отлов, по Первому Вселенскому Собору, и многое еще другое, вот, принять то, принять то, что ВВП, да, это Антихрист, вот, то, что Господь открыл, и мы, кстати, вот, вот, и связь Кирилла и ВВП Антихриста, это связь, можно сказать, это одно, как бы, одно дело, вот, в которое, вот, эти два человека, которые, можно сказать, губят весь народ православный, вот, эти два человека, вот, и мы открываем, обличаем их, и поэтому от них идут эти все гонения, и когда, кстати, признавался, Владыка Семен, который сейчас в СИЗО сидит, он признавался, говорит, что, когда приезжали эти полицаи, вот, и их повязывали, они сказали, привет вам от Кирилла Гундяева, привет, понимаете, то есть, они признали, что заказ пришел оттуда, да, с Москвы, на вас? Ну, неофициально, можно сказать, да, так, между с... Скажите, пожалуйста, вот, очень жесткие, я знаю, были задержания у вас в Ульяновске, ваших монахов, ребят, я видела, и штаны снимали, да, парню бороду поджигали, угрожали изнасилованием, и я думаю, что сейчас, наверное, в СИЗО вашим парням тоже не сладко, потому что я знаю, как силовые структуры умеют пытаться, да что, мы всей страной сейчас с вами увидели, как силовые структуры умеют пытать, вот эти отрезанные уши на экранах, да, вот эти пытки током, мы прекрасно с вами дали, как силовые структуры могут пытаться, если они кого-то считают преступником, даже если вина, может быть, и не доказана еще, они очень умеют пытаться, мой друг Андрея Воронцова тоже пытали силовые структуры, отдел ЦПФ Самаре, Центр, они все время обижаются, когда их отдел называешь, они Центр, скажите, были ли пытки силовых структур против ваших монахов, потому что заведено еще одно уголовное дело, я тоже почитал, применение насилия вашими монахами против полицейского, то есть, как бы еще обвиняют, что вы полицейских избили, были ли пытки, расскажите, как поступили с ребятами? Вот, конечно, были пытки, были, вот именно в отношении, в первую очередь, нашей державной владыки, Зосимы, и при задержании его били, и когда в кабинете питали, тоже били, и сейчас тоже. Наш державный владык, он как проповедник, он не может, не может не проповедовать о Христе, он и там проповедует. Если Господь туда его на данное время определил, то там он также проповедует. И, конечно, там его стараются сломать всяческими способами. Не все к нам доходит, но мы знаем, что после того, как в кабинетах его очень сильно били, и его потом, в последнее время, он нас болезненный человек, он нуждается в лекарствах, но медицинскую помощь он не может принять, потому что там и со стороны медицинских работников также идет давление в его сторону. Недавно мы узнали, что его два на два в два суток закрыли в подвале. Не давали есть, не давали пить, а когда он вышел, то его напылили водой с хлоркой. И, одним словом, стараются сломать нашего предстоятеля нашей церкви. Не просто сломают, они пытаются выбить признательные показания. Ведь для чего словы структуры используют пытки? Мы с вами должны все понимать. Если следствие набрало достаточно доказательств вины человека, то пытки не нужны. Вы собираете у вас доказательства, да, сшили дело, все, доказательства вины есть, все, идете в суд, суд признает. А если используются пытки, значит, нужно просто, чтобы человек сам признался и были признательные показания. То есть для этого, то есть, видимо, у следствия недостаточно доказательств вины ваших Зосимы и ваших монахов, что они просто используют вот такие вот издевательства над верующими людьми, да? Ну, все правильно, конечно. И когда забрали сначала, да, после этой благо, забрали монахинь, монахов, братья и сесер наших, каждого, каждому предлагали, понимаете, каждому предлагали сотрудничать с этими полицаями. Помогите нам посадить вот владыку Зосимы. Каждому предлагали, понимаете. конечно, вы все правильно рассуждаете. Если бы у них были какие-то законы-основания для того, чтобы осудить человека, то не требовалось бы это все. А раз они в таким мерам прибегают, то, конечно, у них эта база доказательная, безосновательная. Она все построена на лжи, на перекручении фактов и тому подобное. Да, очень, конечно, очень тяжелая достаточно ситуация. Я желаю вам терпения, веры, чтобы вера ваша только укреплялась. Если нет, ну, если пытки используются, значит, вина не доказана. Значит, в принципе, есть возможность как-то отстоять и себя, и веру. Ну, и я призываю, наверное, всех нас вместе объединяться, потому что, видите, к чему все идет? К тому, что обычных людей стали уже обвинять в терроризме, то есть в самом величайшем преступлении. В то время, как мы пытаемся призвать к ответу секту Хаббат, к ним вообще никакого никаких действий не применяется. Мы с вами это видим. Но обычных людей стали обвинять уже в терроризме. И сейчас, после вот этого теракта, который произошел в Крокус-Хитихоле, а мы уже с вами поняли, что в этом теракте очень много вопросов, и многие не верят, что это все сделали таджики уж слишком, он сделал на высоком профессиональном уровне, и 11 человек просто барбершопов и дворников не смогли бы его организовать. Есть и люди в синих формах, которые организовывали там процесс, это видно на видео, и очень много подстав, и очень много таких дворников, и мы видим, что все ведется к тому, что обычных людей признавать террористами и ввести просто смертную казнь в стране, чтобы уже людей расстреливать, убивать всех несогласных к системе, потому что террористами будут обвинять не тех, кто виновен в каких-то убийствах, а вот таких вот граждан, которые несогласны к системе. Я думаю, что все ведется вот к такому открытому, откровенному геноциду народа. Я знаю, что сейчас пытаются признать еще террористкой и Слану Михайловну Ладурусь, и ее сторонников, активистов, и вот вас, да, хотят признать террористами, то есть людей, которые сопротивляются глобализации, сопротивляются разрушению страны, сопротивляются геноциду народа, и говорят, что мы за единую страну, за честную, за порядочную, где все для народа, где страна принадлежит народу, где люди верят в Богу, да, где как-то, ну, все именно честно, порядочно, нас пытаются вот так вот уже во всем обвинить, это и есть хуцпа, сверхнаглость, которую используют вот эти секты. Вам последнее слово, отец Никодим, что бы вы пожелали, и я вам желаю с своей стороны справедливости, чтобы вся клевета с вас скатилась, как с лотоса, да, чтобы вся истина проявилась, что на самом деле происходит, ну, и вам последнее слово. Благодарю. Да, вы работаете на общественном уровне, вот, приживая за народ, мы на духовном уровне воюем. И на что хочу обратить внимание, что когда это все случилось, это случилось именно тогда, когда мы начали обличать вот этих, эти секты, да, этих в шапках людей, в шляпах, вот, когда мы их начали открыто обличать, вы понимаете, о каком речь идет, вот именно тогда и уже усилились гонения, потому что перед тем, как где-то за месяц-два вот Московская Патриархия, вот, епархия Ульяновская, она постоянно обращалась в милицию, насчет, жаловалась на нашу владыку, на всех нас, и когда приезжали ланши полица, они разводили все руками, они не могли ничего найти, ничего засветиться, понимаете, вот, когда уже начали этих людей в шапках обличать, насколько они не только всю страну оккупировали, они и уже верховодят церковь, понимаете, в чем дело, вот, и тогда уже начались, усилились эти гонения и решили разобраться вот с нами окончательно, но насколько Господь попускает им, насколько они и успеют, но мы верим, что конец будет победы не для них, и я с вами во многом согласен, но только не соглашусь в одном, что вы сказали, что простые люди, вот, я насчет нашего Джанавудыки, то они забрали непростого человека, пока мало кто это осознает над Рединой Руси, вот, только те люди, которые в царской империи, но Господь попустил это все не зря, многие пророки страдали, апосты страдали, и сейчас тоже помазанных страдает, но это все для того, чтобы явилась слава Божия, для того, чтобы открыть людям больше правды, и в свое время Господь сотворит такое, что это увидит не только люди верующие, но и неверующие, также увидит, что это что-то действительно Господь мешался, вот, и мы молимся, мы верим, мы продолжаем бороться, вот, но мы понимаем, что в промысле Божьем вот и такое тоже Господь попускает, и именно верой мы живем, верой в помощь Божию, потому что вот, когда такие ситуации происходят, действительно, люди ничем не могут помочь, только понимаешь, что когда Господь мешается, тогда может что-то произойти такое, что поменяется в церкви и в стране, вот именно вот 24-й год это чувствуют, и мы чувствуем даже вот такие, как мы тоже чувствуем, что вот много будет перемен в этом году, очень много, и когда Господь вмешивается действительно в жизнь церкви и в жизнь народа, тогда вот мы надеемся, что многим людям откроются глаза на то, что происходит и в стране, и в церкви, и они тогда поймут, где их спасение, кто и кто враг, а кто друг, вот, мы для того и проповедуем, людям откроем правду, что мы надеемся, что народ все-таки проснется, проснется, что наше слово будет, народы идет не зря, вот, и ваше старание, ваше усилие тоже, вы на как бы на своем фронте, мы на своем фронте трудимся, вот, насколько можем, в каких-то моментах объединяемся, но все-таки духовная жизнь, духовная проповедь, она выше общественного, вот, и люди призываются именно духовно проснуться, понять, что мы сейчас находимся действительно в плену, в плену, духовном плену, сейчас Тридийный Рост находится в духовном плену, и Господь послал нам именно помазанника, вот, не такого царя, который люди себе думают, да, вот, а такого, который именно людей духовно пробуждали, для того, чтобы из этого плена антихриста нас вывести, вот, для чего это все, и те, события гонения, которые сейчас проходят на нашу церковь, они призваны многих пробудить, вот, я так понимаю, и надеюсь, что все-таки народ русский, хотя бы в лучшей своей части, он проснется, и благодаря и вашим трудам, и нашим трудам, по милости Божией, благодарю. Спасибо большое, отец Никодим, я понимаю, что насколько вам, наверное, сложно выступать в таких эфирах, потому что вы люди, такие проповедники, действительно, и не совсем где-то сложно рассказывать о жутких происходящих событиях вокруг вас, я желаю вам удачи, успехов, пусть ваши молитвы все будут услышаны, пусть Бог услышит наши общие молитвы, да, по спасению нашей Родины, Матушки, держите связь, рассказывайте, что происходит, обязательно, да, если что-то, какие-то подвижки, мы обязательно, я вот обязательно опубликую, вот, вам удачи, спасибо за сегодняшний эфир, оставляйте комментарии, я залью этот эфир на YouTube, оставляйте свои комментарии, вопросы, какие-то слова поддержки, и распространяйте этот эфир, правду должны знать намного больше людей, все, всем спасибо, до свидания, эфир, до свидания, второе, до свидания, ветov, передач, оставляйте aide, Продолжение следует...